Шма, Израэль, Адолай ехать, Адолай цвиткейну, Шма, Израэль. Шалом! Очень приятно снова с вами быть. Я не очень люблю микрофоны. Но очень приятно быть сегодня с вами утром здесь. Я надеюсь, Эмиль покажет фотографию на экране. Эту фотографию сделали сегодня утром. У меня дома в Финляндии. И как вы видите, у нас есть вот так чуть-чуть немного снега. Не так много еще. Еще будет побольше. В данный момент приблизительно 80 сантиметров снега. Нам это нравится. Мы радуемся. У нас есть очень много фотографий с нашими детьми и внуками. Но здесь мы сегодня собрались утром для того, чтобы услышать, что Бог говорит к нам. И вообще-то у меня только одно слово для вас. Одно слово, которое, я надеюсь, вы запомните в грядущие времена. Это слово на иврите. Это хинени. Некоторые из вас могут знать, что это слово означает. Некоторые, может быть, не знают. Хинени означает «вот я здесь». Буквально. Если буквально переводить с английского. Для одного слова на иврите нам нужно три слова, чтобы выразить его значение. Но это слово не только означает «вот я здесь». И мы рассмотрим сегодня утром несколько местописаний. И мы увидим, насколько важным является это слово. И также, насколько много силы в нем. Согласно многих раввинов, они говорят, что это слово одно из самых сильных, значимых в Писании. Давайте начнем, прочитав текст в Бытие 22.1. И было после всех происшествий, Бог искушал или испытывал Авраама. И сказал ему, Авраам. И он сказал, хинени, или «вот я». Очень интересно, если мы будем рассматривать это слово на иврите, тогда оно даст нам больше понимания, значения, картину. Но, в первую очередь, хочу вам кое-что сказать об этом местописании. Когда вы читаете Писание, важно, чтобы вы понимали, что оно хочет сказать вам, передать. И это не всегда легко. Где написано здесь, что Бог испытывал Авраама. Если взять это слово буквально на иврите, это будет переводиться как попытки толкать или узнать, что там. Узнать, где Абраам, кто он, что он делает. И как я уже сказал, слово «хинени» означает «вот я здесь». Но оно означает больше, нежели просто «вот я здесь нахожусь», «вот я здесь в здании». И слово «хинени» состоит из букв. И оно состоит из трех букв на иврите. И одна из них повторяется. И многие из вас, наверное, знают, что каждая буква на иврите, она имеет значение как буква. Также оно имеет значение в виде изображения, изображение, которое несет определенный смысл. Но также и это и цифра. И последняя — это музыкальная нота. Может быть, люди не знали об этом последнем значении. Но это правда. Каждая буква на иврите — это музыкальная нота. И если бы вы знали, какие ноты соответствуют каждой буквы, мы могли бы проиграть Библию, сделать песню. Есть одна вещь, которая может помочь вам. Если вы поедете в Израиль и увидите концертную арфу, вы знаете арфу Дэвида? Ага, значит, если вы поедете в Израиль и увидите, значит, арфу, концертную арфу. Концерт. Те, которые используются в оркестре. Если вы очень внимательно посмотрите, то увидите, что вначале, внизу каждой струны находятся буквы на иврите. Каждая струна отображает буквы на иврите. Это, возможно, для ваших музыкантов и группы прославлений то, что им нужно еще как бы возобновить. Но давайте вернемся к значениям изображений букв. Первая буква — это «хэй». это означает «пребывать», «показывать» или «открывать». Потом буква «нун», которая имеет очень интересные разные значения. Это может быть и рыба, давать ростки, то, что растет из земли, размножаться или разводить потомство. Это также может быть «потомок». Это будет «наследником». Действие или жизнь. Воздух. Наследник, тот, кто получает наследие. Также верность. И у нас есть две буквы «нун». И последняя буква — это «юд». Рука, которая закрыта работать. И дело, которое сделано или законченная работа. Если вы соедините все эти понимания вместе, вы можете получить такое утверждение. И я хочу, чтобы вы послушали внимательно, потому что я верю, что это Бог хочет передать это значение через слово «хинени». И это утверждение будет выглядеть приблизительно так. Смотри, как я даю жизнь, буду давать жизнь и откровение тем, которые остаются верны, те, которые ответили на мой призыв и те, которые являются наследниками моего царства. Моя рука сделала это. И это законченная работа. Это то, что Бог говорит нам. Он говорит, посмотри, я дам жизнь и откровение тем, которые остаются верны. Если мы верны, тогда Бог дает нам откровение. Он дает нам жизнь. И он продолжается сказать, если вы такими словами, что те, которые ответили на мой призыв, ответили ли мы на призыв Божий? Слушаем ли мы Его голос? Чтобы мы могли следовать Его наставлениям. И далее написано, что те, которые являются наследниками моего царства. Мы наследники Божьего царства. Он призвал и назвал нас своими детьми, сыновьями и дочерьми. Но понимаем ли мы, что мы унаследовали? Потому что наследник, он что-то унаследует, получает что-то. Я считаю, что если бы вы получили письмо, в котором написано, что очень богатый человек оставил вам наследство, например, Дональд Трамп. Он написал вам письмо и написал, ты находишься в моей доле, я даю тебе свое наследство. И мы все знаем, что он очень богатый человек. Или это был Эллен Маск. Кто-то написал вам письмо. Я думаю, что вы были бы очень сильно заинтересованы, в чем состоит суть наследства. Вот вы получили письмо и сразу, а что же я там получу? Но здесь Бог говорит, ты наследник Моего Царства. Вы знаете, что это означает? Вы унаследовали все возможное то, что Он мог когда-либо вам дать. Но все же мы очень часто не заинтересованы в том, что же это означает. Если вы хотите узнать, в чем состоит суть вашего наследства, я вам рекомендую читать послание эфесянам, причем очень осторожно. Потому что Павел говорит и объясняет, в чем состоит наше наследство. Но Господь заканчивает это утверждение, словами «Моя рука сделала это». И это оконченное действие. И речь не идет сейчас о вас, и не обо мне. Речь идет о Нем. То, что Он сделал. То, что Он сделал для нас возможным. Чтобы входить в Его Царство, входить в Святое Святых. Чтобы иметь близость и очень близкие взаимоотношения с Богом. Если мы говорим «Хинени», так, как сказал это Авраам, это также будет выражать такую жажду, стремление к духовному пробуждению. Если Бог к нам обращается, хотим ли мы по-настоящему узнать, что Он говорит? Что же ты хочешь, Боже, чтобы я сделал? Это может быть такое мгновение во времени. Очень короткое. Когда мы переживаем очень большую близость с сердцем Бога. Вот такие взаимоотношения очень важны. Но также вы должны быть очень осторожными, когда используете слово «Хинени». Потому что это слово выражение вашей уверенности чтобы дать себя абсолютно, полностью. выражает вашу готовность отдать себя полностью как жертву Богу. И говоря этим, что я полностью доступен тебе. Все, что ты хочешь. А многие из нас не готовы к этому. Мы все же хотим держать, контролировать все. Мы хотим принимать решение лично. Но я верю, что мы подходим к такому времени, когда нам нужно будет все более внимательно слушать Его голос. И нам нужно будет говорить «Хинени». Быть полностью доступным Богу, под Его контролем. Чтобы Он нас вел, наставлял и направлял. И это также такой конечный ответ на вечный вопрос. Вопрос, который Бог задает нам. И мы вернемся к этому, когда будем подходить к концу. Во время Роша-Шанай и Йом-Кипур в еврейских синагогах повторяются и проговариваются молитвы. И кантор, который ведет служение, говорит «Хинени, Хе, Ани, Минаас». «Вот я». «Нищий делами и без заслуг». Иными словами, Он говорит, «Вот я здесь, но у меня нет ничего, что я могу тебе предложить, у меня нет праведности». Но все же Он говорит, «Я хочу быть при Тобой, чтобы молиться Тебе от имени Твоего народа». И когда мы молимся, не должны ли мы также говорить «Хинени»? «Я говорю, Господь, я действительно ничего, что тебе предложить, но только мне. Говоря Богу, «Вот я, Господь, мне нечего тебе предложить, но вот я, возьми меня». Я здесь внимательный и хочу слушать Твоего Слова. Я не отвлекаюсь ничем другим. Когда вы молитесь, как это происходит, как это выглядит? И очень часто, когда мы молимся, как минимум, это то, что я вижу, мой опыт, многие вещи начинают приходить мне на ум. «О, мне нужно позвонить вот этому человеку». «О, или мне нужно сделать вот это». И эти вещи они отвлекают нас от того, чтобы быть внимательным к Богу. У меня есть решение. «В моей сумке есть небольшой такой планшет. И когда я молюсь, есть маленький блокнот, и я держу этот блокнот вместе с ручкой. И если появляются какие-то мысли, я их записываю. потом я забываю». И я говорю Богу, «Вот я здесь, я принадлежу тебе полностью. И я не отвлекаюсь, чтобы не исполнять Его волю». и понимание вот этой мысли очень важное. Без этого вы не сможете услышать в полноте все то, что Бог хочет вам сказать. Идею, и чтобы потом далее действовать согласно этих услышанных слов. Потому что, когда Бог к чему-то призывает или просит вас, Он хочет, чтобы вы действовали так. Давайте вернемся к Аврааму. Авраам ответил Богу и сказал, «Хинени, вот я здесь, для того, чтобы исполнять твою волю». И только тогда, когда Бог был able дать ему инструкции. И только тогда, в этот момент, Бог смог дать ему наставление. И они не были легкими. Бог сказал ему, «Я хочу, чтобы ты принес жертву своего сына, Исаака. Иди в то место, которое Я укажу тебе». И что же сделал Авраам? На следующее утро он проснулся, заправил ослов, взял своего сына Исаака и дрова и все для огня и пошел в то место, которое Бог его отправляет. Вот что означает «Хинени». Вы действуете сразу и делаете то, что Бог хочет. когда Бог обратился к Моисею из горящего куста, Моисе ответил, «Хинени». Он пришел в это место, он видел этот куст и подошел к нему. И Бог проговорил к нему. И он сказал, «Сними свою обувь, это святая земля». Почему так было? Это просто земля, почва. Что делает ее святой? Она такая же, как и другая земля. Но Бог все же сказал, что она святая. По той причине, что Бог был там. это то, что сделало эту землю святой. Он был там в этом горящем кусте и обращался к Моисею. Но мы также знаем, какой предназначение Бог дал Моисе, когда он сказал, «Хинени». Но мы также все знаем, какое предназначение дал Бог Моисею, когда Моисей ответил «Хинени». Возвращайся в Египет. Выведи мой народ. Покажи фараону, что я истинный Бог. Это нелегкая вещь была для него. Он хотел убийство в Египте. Он сказал Богу это. И он вначале очень много оправдывался, но все же он пошел. Когда Бог попросил Авраама примести в жертву своего сына, Авраам ответил «Хинени». Не зная, что Бог попросил его. Бог призвал молодого юношу по имени Самуил. Трижды, пока Самуил в конце концов ответил и сказал «Хинени». Вот я слушаю тебя. Говори к своему слуги. Много лет спустя, когда Бог спросил «Кто пойдет от нашего имени?» Исайя, пророк ответил в Исайя в 6 главе «Хинени». Вот я. Отправь меня. Исайя 6 8 чтобы быть точным это Исайя 6 8 «И услышал я голос Господа говорящего «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал «Вот я, пошли меня». «Хинени». «Хинени». Это может быть использовано в разных ситуациях. Но, как я уже сказал, это соответственный и правильный способ ответа на Божий призыв. Если Он что-то просит нас, мы должны смотреть это, как будто Он дал нам это заповедь к исполнению. Когда Бог обращается к нам, единственный ответ это «Хинени». Бог проговорил ко мне и сказал, что Он хочет, чтобы я приехал сюда, чтобы я делился учением, чтобы я проповедовал, говорил. И я мог бы сказать очень много причин, почему я не должен сюда приехать. Это коронавирус, который мешает путешествовать. у меня есть очень серьезная проблема здесь в бедре. Это проблема, которая была у Якова. И если вы знаете, о чем идет речь, тогда вы знаете, в чем у меня проблема. Я мог бы сказать много причин, почему я не мог бы сюда приехать. но долгое время назад я однажды сказал Богу, хинени, куда бы ты меня бы ни послал, что бы ты бы не захотел бы сделать, я хочу это исполнить. И Бог сам лично сказал, что вот я здесь для вас. Это просто потрясающе. В Бытие 6 глава с 17 по 18 стих. Ибо вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но я с тобою поставлю завет мой, и войдешь ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. И вначале написано и вот я. Если вы посмотрите на еврейский текст, то написано и вот я. И если вы посмотрите в оригинал на иврит, тогда там написано хинени, я здесь. Я здесь, для того, чтобы сейчас разрушить землю. я думаю, если мы не понимаем, насколько много боли это причинило ему. Это было его творение, которое он любил, которое он вкладывал, и все же это дошло до того момента, когда ему нужно было уничтожить человечество. Но в 18 стихе также написано, но я хинени поставлю завет с тобою, обращаясь к Ною. С одной стороны, Бог говорит, что сделать новое, но с другой стороны, он говорит, что мне нужно это сделать с тобою, а с другой стороны, он говорит, я сделаю новое. Завет это то, что очень сильно имеет сильную связь, и эта связь может разрушиться только через смерть. И очень много раз мы можем увидеть в пророках вот это утверждение. И очень часто на английском это переводится как смотри, я буду. И это говорит то, что Бог что-то сделает. Вы также можете перевести смотри, я это делаю сейчас. Но также Бог в такие моменты с нами. с нами. И Давид напоминает нам в Псалме 45. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Бог хочет быть там для нас. Можем ли мы быть там для Него? Есть несколько times в Скиптике, когда мы читаем вопрос «Что я могу сделать для вас? И множество раз мы можем прочитать в Писании такой вопрос «Что я могу сделать для себя?» И иногда этот вопрос непосредственно не направлен к Богу, но просто кто-то говорит от имени Бога. Например, у нас есть Элисей в 4-й книге царств. У нас есть эта вдова, которая пришла к Нему, сказала, что «Моего сына забрали от меня, и у меня нет ничего». И Елисей ответил, и в каком-то смысле он сказал, «Что Бог может сделать для тебя?» Бог спрашивает много раз в Писании. «Что у тебя есть?» «Что у тебя есть сейчас?» «Речь не идет о том, что ты получишь в будущем, но то, что ты уже получил, что у тебя уже есть». И что же она ответила? «У меня есть вот этот маленький сосуд с селеем, но что же это?» И потом Елисей сказал ей, «Иди и собери как много ты можешь этих сосудов от твоих соседей, от людей, которые живут. Принеси их домой, закрой дверь, и потом начни выливать этот елей». Я очень много могу рассказать об этой истории. Можете ли вы представить, что эта в доме пошла к соседям, постучала, «Да, отвечает сосед. Есть ли у вас какая-то пустая посуда, которую я могла бы одолжить? Вы должны поставить себя на ее место. И когда она собрала посуду, посуду закрыла и начала выливать, наполнять их, и продолжалась. И это продолжалось и продолжалось. Это напоминает мне то, что Бог, он всегда Богомножения. У него очень странная арифметика. Он не добавляет и не отнимает. Он только умножает. Пять хлебов, две рыбы, один сосуд еле. Во многих местописаниях он умножает. Если мы говорим ему «Хинени», и он спрашивает вас, что у вас есть? И он тогда говорит «Дай мне это мне, и я буду это использовать». Он сказал также это Моисею через горящий куст. Что у тебя есть? Мой посох. Брось его на землю. И он стал змеей. Теперь подними ее. И он вернулся обратно. Интересно то, что Бог попросил Моисея о чем-то. И Моисей отдал это Богу. И Бог использовал. Если вы смотрите в Писание, вы увидите, что в Писании был описан посох Моисея. И после этого он был назван пастухом Господним. Потому что он отдал его Богу. И Бог говорит, я здесь для Приглашая нас для того, чтобы мы поделились с ним нашими нуждами. вот это великое вот я останавливает нас и говорит нам вот я, чтобы убедиться в том, что мы понимаем, что он говорит. Но важный вопрос в том, являемся ли мы здесь для него. и будем ли мы ему послушны? Бог также проговорил к Илье на горе, который был в печере. И Бог попросил его выйти. и также многие вещи начали происходить. Но Бог не был во всем этих шумных вещах, он был просто в тихом голосе. Очень часто мы ожидаем и хотим видеть что-то огромное такое. Но иногда Бог в очень таких незначительных вещах. Бог обратился к Соломону ночью во сне. И Он ответил ему что я могу дать тебе? И мы знаем эту историю. Соломон попросил мудрости и Бог дал ему эту мудрость. Но опять же он умножил эту мудрость. И он дал ему такое богатство которое не имел ни один царь. И Ишуа также сказал об этом в своем земном служении. Марка 4 глава 51 стих слепому человеку и он попросил его и И Ишуа ответил ему что ты хочешь от меня? И слепой сказал ему я хочу видеть и он исцелил его. Очень часто Бог посещает нас и спрашивает нас что я могу сделать для тебя? Но как часто мы отвечаем и спрашиваем что у тебя на сердце Бог какое у тебя желание я сделаю все что ты попросишь зная Бога это такое опасное обещание подумайте вспомните Моисея и Авраама мы знаем Бога как того который просит делать очень странные вещи но Бог показывает свое желание свою доступность и открытость к нам он совершенным образом это показал на кресте он постоянно слушает нас и все что нам нужно сказать или попросить поэтому я прошу вас сегодня ответите ли вы Богу ответите ли вы на его призыв скажете ли вы ему хинени это приводит к любви с нашей стороны это призывает к посвящению и доступности и желание быть жертвенным для других Бог открыт посвящен но найдет ли он в нас безусловную готовность и открытость к нему Луки 18 8 написано но Сын Человеческий придя найдет ли веру на земле Найдет ли он веру в нас Найдет ли у нас вот это желание сказать ему хинени И в Матфея 24 12 написано «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь» у меня нету времени сейчас чтобы объяснить больше но мы живем в то время и в том обществе которое становится все более и более беззаконным что было бы если Бог призвал и назвал ваше имя сегодня готовы ли вы принести себя в жертву если бы он кому-то сказал Александр готов ли ты слушать есть ли здесь Александр как минимум один Бог призывает каждого из нас к себе и он просит нас готовы ли мы отдать себя ему в служении даже не зная то к чему он нас призывает какой будет ваш ответ сегодня нам не нужно ожидать такой услышимый голос мы знаем что Бог призывает нас готовы ли мы к действию в Михея 6 главе 8 стихе написано написано о человек сказано что добро и чего требует от тебя Господь действовать справедливо любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить пред Богом твоим и мой вопрос к вам сегодня такой готовы ли вы сказать хинени вот я пошли меня используй меня если вы готовы это сделать пожалуйста не делайте это по той причине что я вас прошу сделайте это потому что вы понимаете что Бог призывает вас сейчас сделайте это потому что вы искренне по-настоящему говорите вот я пошли меня и используй меня если вы готовы сделать это и пожалуйста осознайте что вы делаете не делайте это потому что кто-то другой это делает и не делайте это потому что вы так чувствуете потому что вы знаете что это нужно сделать сказал ли я вам об этом ясно это очень важно очень серьезно но также имеет очень огромные силы если вы готовы сказать хинени тогда встаньте помните то о чем я сказал и речь не идет обо мне сейчас то что я говорил речь идет о вашем посвящении вы делаете посвящение сегодня быть готовым чтобы сказать Богу вот я пошли меня и используй меня отец мы стоим перед тобой сегодня и мы хотим сказать тебе вот я пошли меня используй меня отец мы знаем что ты любишь меня и я знаю что у тебя есть цель для моей жизни и цель для всей моей жизни и я хочу исполнить эту цель хинени если вы хинени если вы имеете это ввиду если вы имеете это ввиду понимаете от всего своего сердца я хочу чтобы вы это сказали громко то что мы проговариваем имеет силу если вы готовы скажите хинени наш отец ты настолько прекрасный настолько милостив настолько благий у нас нет ничего что мы можем предложить тебе кроме себя самой кроме наших сердечек и мы поднимаем и отдаем их тебе мы просим тебя чтобы ты снарядил и укрепил нас своим Духом Святым пошли свой Дух Святой в наши сердца в наши жизни наполни этот дом своим присутствием мы просим тебя во имя Ишуа так как у нас будет сегодня будет у нас сегодня причастие пускай это также будет то знамение о котором мы говорим мы свидетельствуем то что мы здесь и чтобы у нас была вот эта причастность к отношениям с тобою и друг с другом и чтобы твое имя было прославлено ты царь царей Господь Господствующий ты отдал себя за нас ты отдал свою кровь пролил кровь и отдал свое тело отец мы настолько тебе благодарны шмар израэль адолая хат адолая цвитки твое имя твое имя и твое имя твое имя